Всем привет снова, здравствуйте и скульптус альфа шестая. В этом видео хотелось бы рассмотреть как делать персонажа именно животного. И вот выбор пал на енота ракету. Давайте рассмотрим как у него, как делается его голова. И потом уже тело, как обычно сделаем зебраж. Можно здесь полностью сделать скульпту с енота. Посмотрим как это дело пойдет. Может быть енота здесь полностью скульптус альфа шестой сделаю. А потом в зебраж уже будем делать одежду, доработки, текстуры и так далее. Погнали. Голова у енота очень интересная. Опять же, если что-то делать нужно изучать анатомию. Если делать одежду нужно изучать выкройки, как это все шьется и так далее. Так что будем развиваться. Первым делом берем сферу. Что нам нужно сделать? Нам нужно наметить именно морду. Делаем кисть побольше. И вот так вот просто намечаем. Вот у нас уже наметка на морду появилась. Можно ее даже побольше сделать. Вот так вот. Теперь ставим граб. Ставим кисть побольше. И вот это все дело немножко вот так вот можно вытянуть. Подкорректируем. Придадим болванке более-менее внешний вид. Вот эту часть можно немножко вдавить. Вот эту вот боковую, где виски. Вот так вот. И теперь опять же переключаемся на драг. Делаем кисть чуть-чуть поменьше. И вот так вот намечаем уши. Теперь делаем граб. И вот эти уши надо вытянуть. Вот таким вот образом. Все пока вы видите, опять же, не казистое. Не пугаемся. Сейчас все будет классно. Теперь ставим драг. Ставим инверсию. И наметим глаза. Глазные впадины вот тут вот у нас будут. Вот таким вот образом. Теперь отключаем инверсию. Ставим клей. И наметим немножко нос. Вот здесь он будет. И наметим вот здесь вот нижнюю челюсть. Вот таким вот образом. Все это дело мы прошли. Теперь надо наметить именно верхние вот эти, как, вот этот волос и вот эти вот веки. Так, наметка и тут нормальная. Теперь нужно верхнюю часть вот так вот обрезать. Ставим кисть уже нарезку, крис. И вот так вот все это дело намечаем. Вот таким вот образом все это дело вставим. Теперь грабом нужно подкорректировать вот эту нижнюю челюсть. И вот эту заднюю часть тоже. Так, теперь вот эту часть еще вдавливаем. Ну и теперь можно поставить драйв, инверсию. И вот так вот немножко все это дело попроходить, поприминать. Вот вырисовывается уже голова енота. Теперь давайте наметим уши впадины. По инверсию отключим, клей выключим. И вот так вот, так, инверсию назад включим. И вот это вот все дело, вот так вот сделаем пустоту. Вот что-то в таком духе получается. Давайте теперь поработаем с задней частью. Включаем кисть, крис. И вот так все это дело немножко порежем. Вот так вот. Здесь вот так тоже подкорректируем. Уши немножко тоже отметим. И теперь поставим флаттен. И вот эту часть чуть-чуть примнем. Верхнюю вот эту вот затылочную область. И вот эти вот бока тоже подкорректируем. Немножко подкорректируем вот эту вот часть, где волос растет. Вот что-то в таком духе получается. Теперь нужно грабом вытянуть именно шею. Вот так вот. И вот эту часть, вот эту часть, вот так вот можно грабом опять же примять. И драйвом накидать чуть-чуть сюда глины, типа объемчику, чтобы вытягивалось лучше. И вот так вот все это дело. Опять же грабом. И вот здесь вот затылок немножко вот так можно подкорректировать. Вот эту часть можно чуть-чуть приподнять. Вот. Ну и немножко поработать с бровями. Вот так вот это все дело чуть-чуть вот сюда вперед вытянуть. Вот. Теперь поработаем с шеей. Вот так вот. Сделаем шею. И вот эту часть опять же вдавим, где гланды у него находятся. Опять же флаттеном можно это все дело подровнять. Вы видите, насколько быстро болванки делаются в скульптуре. Очень удобно. Рекомендую эту программку. Изучайте. Немножко все тут подкорректируем. Ну а теперь поработаем давайте с носом. Уменьшим кисть. Так. Клей отключен. И вот так вот поднабросаем. Чем мне нравится скульптур, что здесь можно не вести кисть, а просто накидывать. Вот так вставите на любое место. И так нажимаете мышкой. И она, вы видите, добавляет объем. Так. Теперь нужно вот эту часть, нос чуть-чуть вытянуть. Вот верхнюю часть вот так чуть-чуть вытягиваем. Вперед. А вот эту часть сейчас чуть-чуть поджать можно. Вот таким вот образом. Так. Что еще? Смотрим теперь сверху. Вы видите, что вот эта часть слишком уходит в бок. Ее нужно именно вот этим грабом вот так вот чуть-чуть подтянуть. Вот так чуть-чуть где глаза уменьшить. Вот так увести. Чтобы выделились вот эти вот части. Ну, а теперь можно именно клей поставить на драф. Кисть чуть-чуть прибавить. И вот так вот кое-где поднакидать. Опять же, здесь все так мягенько работает. Так, вот эту часть нижнюю тоже можно грабом приподнять. Вот так вот. И шею немножко вот так вот еще увести. А заднюю часть вот эту вот так вот чуть вытянуть подальше. Здесь вот тоже можно прибавить. Вот вы видите, что здесь тоже есть часть скулы. И вот эту вот часть чуть-чуть можно вот так вот увести в бок. Вот смотрите сверху, как она. Получается, вот так идет угол, три угла. Так. Также можно здесь чуть-чуть все повыглаживать. Используем смут. Смотрим, как сзади тут у него череп устроен. Вроде попали. Теперь надо вот здесь вот клейм. Вот так чуть-чуть это все дело наметить, повыделять. Так, теперь опять же уши немножко тоже корректируем. Вот так вот. И вот уши надо теперь увести подальше, вдаль. Здесь можно использовать уже маску. Она наносится точно так же. Control. И вот рисуете. Здесь ставится интенсивность и кисть. Можно сделать интенсивность чуть сильнее или поменьше. И вот эту часть тоже выделим. Не забывайте, чтобы не было не замазанных, не замаскированных частей. Вот так вот. Теперь жмем Control-I, как и в ZBrush. И вот эту часть можно перетащить. Перетаскивается это грабом. Ставите больше кисть. Вот так. Вы видите, что можно ее вот так вот чуть-чуть уводить. Теперь можно нажать Shift и вот так немножко все это дело выровнять и кое-где вот так вот ее подтянуть. Так, вот эти части надо тоже убрать. Ухо у енота по-другому устроено. Так, вот эту часть можно вдавить. А эту часть вот так вот чуть-чуть приподнять. Ну вот что-то в таком духе получается. Теперь можно пройтись в Flatten. Вот по этим частям. Немножко кое-где Плюснуть кое-где Именно можно выгладить. Так, теперь Опять же переворачиваем модель И смотрим на нее сверху. Вы видите, что Череп здесь пошире у енота. Надо вот эту часть теперь Чуть-чуть вот так вот расширить. Ну ничего, так в принципе уже Похож на ракету. Теперь давайте подкорректируем глаза еще. Глазные впадины. Опять же ставим граф, инверсию И немножко вот так вот Чуть-чуть поднарисуем. Теперь опять пройдем И по полишам The Brush Вот так вот И немножко вот это дело все прорисуем Вот таким вот образом Так, смотрим теперь Вот здесь вот Глаза Вот здесь вот должна быть Именно вот такая впадина Теперь клейм поднакидаем И оформим вот этот череп Немножко лоб добавим Вот таким вот образом И вот эту часть С ушами Можно чуть-чуть вот так вот Приподнять Вот именно чтобы Вот этот угол появился Черепа Так Так Задний затылок Затылок чуть-чуть Уведем Вот эту часть Чуть-чуть добавим А вот эту часть Немножко Выгладим И прорисуем Именно вот Вот эту часть От уха Вот так вот Нужно еще Немножко прибрать Вот таким вот образом Вот так вот Здесь теперь наметим Именно вот эту челюсть Вот так вот И наметим горло Вот Вот эти части подберем И вот эту часть Немножко Вот так вот Сделаем Изогнутой Теперь поработаем Именно вот с этой частью С мордой Вот эту часть Можно немножко Вот так Приподнять Середину Вот так вот Ну и немножко Глаза Брови Глазные дуги Можно Прибавить Теперь Намечаем Именно вот эти части Разделяем 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 их Вот Челюсть Где вот эта вот Часть идет Тоже Вот так вот И немножко Клеем Вот здесь вот Можно выровнять Чтобы вот это нам потом Можно было Видеть В зебраж Вот эти вот именно части И мы их там уже можем Доработать Так Вот это все Надо сгладить Теперь Чтобы это все было мягко Вот так вот И немножко Поднабросать Вот сюда Вот Вот эту часть Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так. Вот эту часть можно именно сплюснуть тоже. Она здесь сильно не нужна, выпирающая. Вот так вот. И отделим теперь вот эту челюсть. Вот так вот сделаем отделение вот этой части от верхней. Так, внимательно смотрим по деталям. Внимательно смотрим по деталям, чтобы вот эта вот часть уши более соответствует, чтобы потом их меньше было переделывать. Вот это получается здесь сплю с ним, а вот эту часть надо сделать потом, чтобы увести. Вот так. И вот эту часть тоже надо именно прорисовать. Вот так вот. И немножко докинем. Теперь поставим на драйв инверсию, клей отключим. И вот здесь вот можно немножко тоже сделать её поменьше. Вот так вот. Теперь инверсию отключаем чуть-чуть, всё это выгладим. И вот эту часть можно немножко пониже увести. Вот эту. Вот так вот. Так, вот эту часть надо тоже немножко выгладить. И немножко клейм вот так поднабросать тут. Чтобы более был переход от виска нормальный. Помягче. Вот, вот так уже будет лучше. Вот так вот. Опять же всё выглаживаем, подготавливаем, немножко черепу здесь вот, вот эту часть приподнимем. Вот так вот. Вот так вот. Чтобы угол вот этот получился, вот как тут идёт. Вот так вот. Теперь shift, правая кнопка мыши выравниваем модель, альт, вводим. И можно вот так вот её приставить именно к модели. Вот таким вот образом. И с помощью граб. Чуть-чуть подкорректировать. Вот так вот. Вот так вот. и немножко шею поднакидаем наметим вот здесь вот мышцы вот так вот чуть-чуть это все дело опять же можно поднять вот так и чуть побольше его можно вытянуть вот таким образом и вот эту часть скулу чуть-чуть можно сделать помягче чуть-чуть вот так вот косить вот так вот вот такая болванка получилось енота ракеты в следующем видео рассмотрим как сделать тело лапы уже посмотрю или в скульптуре дальше продолжать ее делать если вам интересно или взыбраш уже доделывать и будем чтобы одежду посмотреть вот эти вот все хвосты и так далее все детали будем рассматривать все всем пока до свидания